Крыса является одним из символов наступающего 2020 года. К этому животному у всех разные отношения. Для кого-то это милый зверёк, для кого-то, наоборот, неприятное и даже опасное животное. Роман Быков пообщался с членом клуба, кто занимается разведением этих грызунов, про которых, как оказывается, мы мало что знаем. Знакомьтесь, это Хортон. В одной из студий нашего телеканала для съёмок в ролике его принесла хозяйка Жанна Горобец, член городского клуба декоративных крыс. По её словам, несмотря на то, что эти грызуны тысячелетиями живут бок о бок с человеком, мы многое о них не знаем. Например, про интеллект. Крыса при рождении имеет интеллект пятилетнего ребёнка. То есть к концу жизни крыса уже способна практически полностью понимать человеческую речь. Команды «подойди, отойди» или, например, «иди в клетку, принеси что-нибудь», они совершенно прекрасно понимают. То есть эти животные умнее собак, умнее кошек. Вопреки предрассудкам, крысы не агрессивны. Даже те, кто живут в природе, могут укусить человека лишь для самообороны. А декоративные, такие как Хортон, в принципе не могут причинить ни владельцу, ни его близким никакого вреда. Хотя зубы у них, конечно, есть. Ими они с удовольствием перемалывают орешки, фрукты, фарш и просто мясо. И что самое интересное, никакого сыра в меню грызунов и близко нет. Во-первых, не каждая мышь и крыса будет его есть, а во-вторых, это может буквально убить животное. У них не такая сильная печень, и поэтому это огромнейший миф и огромнейшее заблуждение по поводу того, что крысы и мыши любят сыр. А ещё Жанна седует на то, что люди нередко слишком легкомысленно покупают друг другу этих животных. В итоге многие, так же не задумываясь, выбрасывают их на улицу, полагая, что крыса — это неистребимое существо, которое выживет где угодно. Однако в случае с декоративными видами это не так. Поэтому если такой милый зверёк вдруг стал вам не нужен, то свяжитесь с волонтёрами, и те заберут его. Словом, не спешите дарить кому попало крысу на Новый год. Глядишь, он и служится для вас более удачно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова